Отец Небесный, мы благодарим Тебя за Твою любовь. Мы благодарим Тебя за любовь, которую Ты оказал в Сыне Твоем Единородном Иисусе Христе, которого Ты дал нам во искупление наших грехов. Мы благодарны Тебя за то, что этой жертвой мы имеем надежду на спасение и что будем пребывать в Твоем Царстве. Мы сейчас, в данный момент просим, накорми нас своей манной духовной пищей, чтобы мы познали Твою истину, что Ты есть именно наша истина, что Ты действительно живой и любящий Бог. Слава Тебе всемогущему Отцу. Аминь. Ну, тема сегодняшней лекции, которую я как бы хотел рассказать, это я всегда говорю темы, которые как бы у меня стояли очень много, на которые я всегда задаюсь очень большими вопросами и ответы, которые как бы приходят мне. Тема сегодняшнего это «Легион в современном христианстве». Давайте откроем, прежде всего, Библию, Евангелие от Марка, 5 глава. И прочитаем известную историю о Гадаринском Бесноватом. Кто-нибудь прочитайте, пожалуйста, с первого по двадцатый стих включительно. И пришли на другой берег моря, в сторону Гадаринского. И когда вышел он из лодки, в тот же встретил его высших живых гробов-человек, одержимый чистым руком. Он удел жилище в гробах, и никто не мог его связать, и даже цепями. Потому что многократно был он скован оковами и цепями, но раскрывал цепи и развивал оковы. И никто не в силах был укоротить цепи. Всегда ночью, днем в горах и гробах, кричал он и бился о камнях. Увидев же Иисуса издалека прибежавшего, прибежал и поклонился ему. И вскочил, и, встречав громким голосом, сказал, что тебе, что тебе-то меня, Иисус, и Бога Всевышнего, загляну тебя Богом, не мучай меня. Ибо Иисус сказал ему, что этот дух нечистый из всего человека, и спросил его, как тебе имя? И он сказал в ответ, легион, имя мое, имя мне, потому что нас много. И много просили его, чтобы не высылал их вон из страны. Послы же там при горе большое стадо свиней. И просили его все бесы, говоря, пошли нас свиней, чтобы нам войти в них. Иисус тотчас позволил им, и нечистые духи, выйдя, вошли в свиней. И устремилось стадо с крутизны в море, а их было около двух тысяч, и потонули в море. Пасущие же свиней побежали и рассказали в городе и в деревнях, и жители вышли посмотреть, что случилось. Иисус, приходят к Иисусу и видят, что бесновавшийся, которым был легион, сидит и одет, и в здравом уме, и устрашились. Видевшие рассказали им о том, как это произошло с бесноватым и о свиньях. И начали просить его, чтобы отошел он, пределав пределы. И когда он вошел в лодку, присновавшийся просить его, чтобы быть с ним, но Иисус не дозволил ему и сказал, иди домой к своим, расскажи им, что сотворил с тобой Господь, и как помиловал тебя. И пошел, и начал проповедовать в Десятиградии, что сотворил с ним Иисус, и все в Девине. Спасибо. Очень страшная история, которая сейчас, в данный момент, многие конфессии превращают эту историю, как, можно сказать, в мистический фильм ужасов, показывая, что в человека могут вселиться бесы. И люди, держа в страхе, думают, что это действительно так. Но я постараюсь развеять этот миф. Давайте начнем сначала. Посмотрим, как описывают этого человека. Значит, человек этот жил в гробах, он был, значит, его никто не мог связать даже цепями. Он был сильнейшим человеком. Кто он был? Он действительно, если взять современное время и взять с медицинской точки зрения, можно сказать, что этот человек был, у него было нарушение какое-то головного мозга, частей головного мозга, и он был повержен заболеванию, психическому заболеванию. Давайте сейчас, например, откроем Иоанна, 7 главу, 19-20 стих. Здесь говорит Иисус, не дал ли вам Моисей закона, и никто из вас не поступает по закону? За что ищете убить меня? Народ сказал в ответ, небес ли в тебе? Кто ищет убить тебя? Если перевести на более современный эрлат, народ бы, если бы в современном контексте, давайте, было бы, наверное, скорее бы сказано, Иисусу бы сказали, ты не сошел ли с ума? Кому нужен, чтобы тебя нужно было убить? То есть, небес ли в тебе? Кто ищет убить тебя? То есть, в те времена, в те времена, понятие небес ли в тебе, в наши времена, современное было, можно сказать, это не сошел ли ты с ума? Значит, теперь, возвращаясь на историю с Легионом, рассматриваем разговор между этого бесноватого и Иисуса Христа. Как имя тебе? Легион. Потому что нас много. Что такое Легион? У меня есть как бы две версии по этому вопросу. То есть, во-первых, мы знаем, что события происходили тогда, когда Израиль находился под властью римского государства. И поэтому понятие слова Легион наводил ужас на израильтян. Потому что это была самая мощная армия. Она насчитывала порядка, если я не ошибаюсь, около трех тысяч человек. И поэтому действительно наводил на местных жителей слово Легион. Это ужас. Поэтому, когда ему задали вопрос, как имя, тебе, если мы сейчас обратимся, придем в психиатрическую лечебницу, как говорят, там, палата номер шесть, мы встретим там человека, который представит со себя Наполеона. Мы встретим человека, который представит со Сталина. Мы встретимся с человеком, который представит Гитлера. Но мы же не можем сказать, что это в нем живет без Гитлера, либо без Наполеона, либо без, там, Сталина. Человек просто действительно душевно больной. Вторая версия Легиона у меня, это в современном, в наше время, есть, бытует уже фраза, человек, который не дружит головой, с головой, либо что-то неадекватно себя воспринимает, говорят, у него живут тараканы в голове. Вот Легион и тараканы. Если пройдет определенное время, например, там, еще, пускай, две тысячи лет, и найдут фразу, что у человека живут тараканы, все поверят, ибо действительно у людей начала 21-го столетия жили тараканы. И будет новое верование в то, что в те времена люди были одержимы, и жили, и не могли вывезти этих тараканов. Так и в те времена вера в бесов. Так же самое мы знаем, что Новый Завет писался именно под влиянием греческой культуры, греческой мифологии. Вера в злых духов так же самая прониклась, и греческая культура так же самая была навязана тогда как иудеям, так и в большинстве стран вот этой Малой Азии. Поэтому вера в злых духов, как у греков, так и у римлянов, так она была наведена на иудеев, и сама по себе стиль Нового Завета была написана под влиянием действительно греческой культуры. И поэтому вещи, которые нельзя было назвать с точки зрения медицины, описывалось с точки зрения именно мифов каких-то. То есть проще было назвать, человек был одержимым бесами. Так же как в нашей славянской, например, мифологии, есть злые духи, как Водяной, есть Леший, есть Кикимора. То есть мы сейчас в данный момент, верим ли мы вообще в эти существа? Мы не верим в них. Так же самое, как тот же самый легион бесов, который вселился в этого бесноватого. Значит, еще одна тенденция, на которую опираются как оппоненты, которые веруют в существование бесов, это разговор Иисуса с бесами. И это 12 стих. «И просили его все бесы, говоря, пошли и на сцене, чтобы нам войти в них». Очень интересная история, особенно когда присутствуют люди и рассказывают, и если это был легион бесов, значит, это должен был хор, который исходил из одного человека. Но такого же мы понимаем, что этого не было. То есть понятно, что говорил бесноватый с Иисусом. Значит, в медицинской практике, это действительно знают очень многие психиатры, есть такое свойство, чтобы исцелить больного, надо играть по его правилам. Значит, был очень богатейший человек, который тоже у него было психическое заболевание, у него в голове жили, как он сказал, голуби, гнездо с голубями. Вот. И он постоянно жаловался. Он не мог ничего сделать, ему эти голуби мешали спать, ему постоянно не давали. И врач уже все силы пробовал, чтобы излечить его, но не поддавался он исцелению этому. В конце концов, врач прибегнул к одному очень простому способу. Он призвал слугу и сказал поймать двух голубей и убить их. Значит, слуга исполнил. И когда он привел его, этого человека больного, уже в кабинет, и сказал, сейчас мы этих голубей у тебя убьем. И дал он команду слуге. Значит, когда я хлопну в ладоши и выстрелю, ты достаешь этих двух мертвых голубей. В момент выстрела, хлопок, выстрел, голуби как взлетели, он выстреливает и говорит, все, голуби твои были убиты. И предоставили этому больному человеку двух голубей. Действительно, после этого человек был исцелен. Это действительно случай был из медицинской практики. Здесь же мы также смотрим, что человек очень веровал в то, что в нем действительно, потому что люди говорили в темпе злые духи, злые бесы. Согласно той же самой мифологии. Человек действительно верил. И все хотели, он хотел видеть, что эти действительно злые духи из него вышли. Поэтому он просил. Иисусу так же самое надо было явно психическому этому больному человеку действительно показать, что эти бесы из него вышли. Ну, у меня как бы сомнений нету, почему он именно в стадо свиней. То, что действительно стадо свиней находилось рядом, чтобы это было явно видно, что оно обратилось в стадо свиней и свиньи ушли в море. Думаю, что Иисусу это не было особого труда направить этих свиней. Если он умел исцелять, он умел ходить по воде, труда никакого не было, не оставалось, как привести его именно что-то направить нечистое, то, что действительно для израильского народа было нечисто, именно в воду и утопить это все. То есть больной действительно видел, что свиньи именно погибли и поэтому он веровал в то, что действительно он получил исцеление. Действительно он стал нормальным. Сработал психологический эффект. Теперь давайте посмотрим то, что я хочу просто размягчать, что говорится, что бесы это слуги так называемого сатаны либо дьявола, либо это нечистые духи, которые живут своей жизнью. Откроем давайте Матфея 12 главу и прочитаем 22-23 стих. Матфея 12 глава. 22-23 Даже 22 стих просто прочитайте 23-23 не надо. Тогда привели к нему бесноватого слепого и немого и исцелил его так, что слепой и немой стал и говорить и видеть. Спасибо. Бесноватый слепой и немой. Значит, получается в подразумевании верующих в бесов есть без слепоты и без немоты. Значит, тоже два существа живущих бесноватых и слепого и немого. Откройте, пожалуйста, исход 20-ю исход 4 главу 11-й стих. Это встреча разговор Моисея с Богом. Исход 4-я глава. Это Моисей сказал, что я косноязычный. Что ему ответил Бог? 11-й стих. Господь сказал, кто дал уста человеку, когда делает немым и глухим, или зрячим, или слепым? Не я ли Господь? Из этого стиха мы видим, что Бог делает человека немым, слепым, глухим, или зрячим. То есть получается, что не бес, как написано в Новом Завете, живет своей жизнью и заходит человека, а именно Бог делает то, что верует то, что говорят есть злые духи. Злых духов то есть получается нету, есть дела Божьи, которые например направляют на деятельность человека. Это даже мы можем видеть Первое Царство 16-ю главу 23-й стих. Откроем и прочитаем эта история про Саула. Это всеми известная история. Первое Царство 16-я глава 23-й стих. Я прочитаю «И когда дух от Бога бывал на Сауле, то Давид взяв гусли играл и от родни и лучше становилось Саулу и дух злой отступал от него». Сегодня до этого было что за занятие что злой дух это наше мышление Данкан говорил. То есть действительно дух был от Бога. А не то что существо непонятное злое которое живет само по себе которое захотело и вселяется в человека как веруют многие конфессии. Теперь хочу еще привести очень серьезно и это очень серьезно потому что в беседе с одним верующим человеком из одной конфессии когда я говорил что мы признаем одного Бога а Духа Святого то есть Духа Божьего мы признаем как силу а не как Божество а также что Иисус Христос есть Сын Божий он сказал раз вы не признаете Духа Святого вы произносите на него хулу поэтому вам не будет прощено и действительно то есть он сделал ссылку на которые очень многие как бы ссылаются и пугают это Марка 3 29 давайте откроем и прочитаем это говорил Иисус 29 стих я прочитаю но кто будет хулить Духа Святого тому не будет прощения вовек но подлежит он вечному осуждению действительно хулана Духа это действительно проклятие потому что ну как бы это слова Сына Божьего это слова Иисуса Христа и из этой мы не имеем права выбросить из книги но почему-то вырывают именно стихи а читать дальше не читают давайте прочитаем дальше 30 стих это сказал он потому что говорили в нем нечистый дух считали что в Иисусе Христе живет нечистый дух как мы знаем когда Иисус Христос принял крещение от Иоанна крестителя на реке Иордан на него сошел дух святой и действительно этим были свидетели очень многие многие фарисеи многие книжники многие иудеи говорили что в нем живет нечистый дух поэтому Иисус сказал правильно что кто будет называть на значит на хулить произносить хулу на Духа Святого тому не будет прощения сейчас в современном в современное время очень много этих те же самых конфессий проводят такой обряд как изгдание нечистой силы бесов проходят молитвы проходят молитвы действительно как оргий если посмотреть кто видит это первый раз на них это очень высокое впечатление произносится и вот свете вот этих стихов которые я сейчас прочитал мы можем сделать вывод кто произносит хулу это я так понимаю что это проходит с теми же самыми верующими теми же самыми можно сказать там прихожанами которые приходят церковь и слушают слово и веруют в так называемых бесов давайте откроем первое Коринфянам послание Павла Коринфянам первую третью главу 16-17-й стих 1 Коринфянам 3 глава 16-17-й стих мы видим что в нас во всех живет Дух Дух Божий давайте зададимся вопросом кого изгоняют люди из тех конфессий и давайте сопоставим тот факт то же самое когда говорили Иисусу что в тебе нечистый Дух так же самое он сказал хула на Духа Святого не проститься так может быть хватит уже изгонять того чего нет и хватит называть согласно того что Дух Божий живет нас и говорить что это нечистый Дух потому что во всех верующих людях потому что мы после того когда мы принимаем крещение во имя Иисуса Христа мы получаем Духа Божия который живет действительно в нас и как бы в заключении заключение я еще хотел бы показать еще одно место описания давайте посмотрим то есть вера в бесов которая существует вера в нечистых сил вера в дьявола сатану в заключении давайте откроем исход 20 главу где говорится о заповедях Божьих со второго по пятый стих кто-нибудь прочитайте исход глава 22 5 стих со второго по пятый я господь бог твой который вывел тебя из земли египетской из дома рабства за не будет у тебя других богов пред лицом моим не делай себе кумира никакого изображения того что на небе вверху и что на земле внизу и что в воде ниже земли 5 стих 5 не поклоняйся им и не служи им ибо я господь бог твой бог ревнитель наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода ненавидящих меня ненавидящих меня спасибо 3 стих да не будет у тебя других богов при лице моим люди верующие в нечистую силу там в так называемом дьявола сатану бесов говорят что это существа злые духи которые мешают служить богу и постоянно вредят человеку то есть согласно третьего стиха они нарушают заповедь ставят между собой и богом какое-то третье существо написано да не будет у тебя других богов при лице моим как мы можем назвать эти злые существа те же самым богами которые человек сам создает римлянам 8 глава 31 стих сейчас мы вчера это читали и говорится что же сказать на это если бог за нас кто против нас действительно бог за нас какие силы могут помешать силы я говорю в кавычках именно служить ему веровать в ему единственное что может помешать действительно это грех это наши поступки которые не угодны ему и как бы в заключении я бы хотел бы сказать слова иисуса иисуса христа из нагорной проповеди матфея 6 глава 33 стих где он сказал ищите же прежде царство божие и правда его и это все приложится вам давайте прежде всего давайте действительно искать лица божьего а не искать какие-то злые духовные какие-то силы в каждом человеке там сатану дьявола потому что это действительно нарушение первой заповеди бога потому что бог он действительно один и не должно быть предлицом его каких-либо других богов какие-то вопросы вообще есть комментарии дополнения да ну в общем к твоему что-то ну хорошо все правильно значит это же было давно написано вот скажем вот такого слова как эпилепсия народ и не знал заболевание психики а вот раньше говорят вот вселился у него без а на самом деле это простое заболевание если мы видим рану какую-то на теле все это видно а что у нас в мозгах делается это мы сами знаем таракан это не всегда да это страшное дело ну как еще знаменитый профессор бехтерев психиатр был лечил многих людей диплозом и вот когда-то я описывала одну историю я читала уже давно но вспомнила ее приобретался к нему один мужчина и говорит что вы знаете так и так у меня за ухом живет моя падчерица я жениться на женщине у этой женщины есть дочка и эта падчерица поселилась во мне она живет за ухом все бы ничего но она мне мешает жить вот я иду по улице да я спрашиваю кто ты такая существо сначала появилось я твоя падчерица иду я по улице она говорит вот идет Иван Петрович ты с ним не должен здороваться я хочу поздороваться она говорит отворачивает голову шею в другую сторону если идет Петр Иванович я с ним не хочу здороваться она говорит вот идет Петр Иванович ты должен с ним поздороваться Мне, говорит, приходится волей-неволей подходить к Петру Ивановичу и здороваться. Это говорит, я ее попросил, отвяжись от меня. Ну, я коротенько рассказываю. Она говорит, согласилась, но прошло некоторое время с назойностью женщины, она опять пошла к нему. Теперь он говорит, я начал ее избивать мысленно. Она закричала, стала кричать, ой, ой, не бей меня, мне больно. Представляете, какое общение человека, который живет за ухом. После этого, говорит, я обращался к кому только я не обращался, кому не приходил, все говорили, что ничего делать не могут. И вот я, говорит, когда иду, она говорит, чего ты идешь туда, все равно тебе это не поможет. И, говорит, последняя моя инстанция, я бы покончил жизнь самоубийством, но, говорит, мне просто было интересно, чтобы это было интересно для науки. И когда он пришел к Бехтерю, рассказал ему эту историю, он его там гипнозом вылечил. Я просто рассказываю такая история, что у человека за ухом жило существо. Понимаете, это то же самое, что легион бесов, которые находились в человеке. У больного человека, а не у здорового. Больного? Ну, он же практически... У больных людей что-то живет. Понятно. Нормально, наверное, так и слышно. А то у меня нормальный. Нормальный тоже больный. Вот, и потом другие лепестки, которые, наверное, настолько они многообразные, что... Да.